Игру начали, скажем так, плохо, с чем связано, не знаю, но в футболе такое бывает. Во втором тайме сделали ряд замен, игра поменялась, забили гол, потом пропустили. Ну, дело не в этом. Ребята бились на самодачу. Просто хочу обратиться к товарищу в суде, и, честно говоря, никогда этого не делал. Но всегда, когда-то все приходит в конец, приходит зритель, хочет посмотреть на свою команду в целом. Судья принимает решение в пользу соперника. В некоторых моментах такое нарушение, дается пенальти, фол, попадает в руку, судья говорит, нету контакта. Вопрос в другом. Может быть, как-то мое отношение к клубе имеет какое-то отношение. Может, из-за меня какие-то моменты, может, из-за тренерского штаба. Поэтому, если так, я бы хотел, чтобы не страдали другие ребята, в целом, так скажем. И хотел бы попросить руководство клуба «Джизайк», чтобы меня отпустили. И в таких, как сказать, в таком темпе, когда это не одна игра, это на протяжении трех-четырех игр. Может быть, Сагдзяна не идет на своем месте, может быть, Сагдзяна кому-то мешает. Просто я не знаю, с чем это связано. Или Джизак, город Джизак, или болельщики Джизака. Мы что, Америка или другое государство. Из каждой игры, из-за дня в игре, в каждой игре всегда, как будто, знаете, не знаю, не Узбекистан, что ли, Сагдзяна или болельщики. Я не могу понять, с чем это связано. Поэтому, может быть, мое присутствие. И хотел бы обратиться к руководству клуба, чтобы приняли мою отставку. Потому что так очень сложно работать в таких этих уже, как бы, нервы не выдерживают. И я сторонник честного футбола, сторонник, правильно, чтобы был прогресс. Вы видите, за 3-4 года команда Джизак стала, как сказать, конкурентоспособным клубом, который может решать большие задачи. В том году все вы видели. Мы заняли второе место благодаря ребятам и праздникам города. Поэтому лучше будет, может быть, придет другой специалист. Может быть, тогда будет лучше к команде относиться. Поэтому всем спасибо за игру сегодня. И буду ждать со стороны руководства правильное решение. Всем спасибо.